Всем привет, с вами Юмилия. Давайте посмотрим Академию Сэма Анеллы про исторические заблуждения и видосик. Может узнаем что-нибудь новенькое? Привет, ребятушки. Мне тут сверху звоночек поступил. Ну, типа мол, Сэм, нужно выбить какое-то дерьмецо из голов ребятушек. Ну а так как у меня перед ним небольшой должок, то вы видите 10 полнейшей чепухи, в которую вы до сих пор все еще верите. И начнем мы с судебного процесса над салемскими ведьмами. На самом деле там никто из осужденных так и не был сожжен. А из тех, кого обвиняли, 15 померло в тюрьме, 19 было повешено и один был раздавлен камнями. И кстати, последний вариантик был в разы интереснее этих ваших постоялок у костра. Короче, этот мужик был тем еще засранцем, которого звали Джайл Скори. Ему было лет так 80 где-то. И он настолько презирал бомжей из салема, что даже отказался умолять в суде. За что и был помещен между досок, а сверху ему накидали камней. Только ради... Че, это как-то жутковато. ...д того, чтобы вытянуть из него признание. Но все, что они слышали каждый раз в ответ, это было... Что-то как-то маловато камней. И так продолжалось три дня, пока он наконец-таки не помер. Не дав при этом никаких показаний. И о том, был он колдуном или нет, остается лишь только гадать. Номер два. Это... Слушайте, я не берусь судить его за поступки, но такая стойкость и принципиальность... Че-то какая-то жесть. Мне даже стало интересно, откуда пошло вот это вот мнение и стереотип, что ведьм сжигали. Если он говорит, что подобного не делали. Ну и как-то перечисление здесь 15, 19 и один человек. Но это как-то маловато. Очень странно. Не Будда. Этот жирный паренек Буддай, персонаж китайского фольклора. О, надо будет как-нибудь про китайский фольклор запилить видосик. Короче, этот весельчак Буддай, это типа прообраз Майтрея, который в свою очередь типа Будда будущего. Так что теперь, покупая Майку, будьте аккуратнее с ее выбором. Номер три. Что-то я впервые про это как-то слышала. Будда и богом-то не был никогда. Ага, это я знаю. Сейчас речь идет именно про визуально изображенного на всех статуэтках и прочее чубочка. Этот обычный смертный по имени Гуатама, который не первый и не последний достиг там чего-то там такого, чего тебе вообще не светит достичь. И да, с выбором этой Майки теперь тоже поаккуратней. Номер четы. Вот насчет Будды я это узнала тогда, когда как раз-таки собиралась лететь в Таиланд перед 2020 годом. И это было для меня интереснейшим открытием на самом деле, потому что я почему-то тоже вот раньше думала, что это именно божество. В целом, почитайте про него. Довольно интересно и познавательно было. Ну, необычно, потому что все-таки привычно уже как-то, что вот есть религия, есть бог. А тут все как-то иначе вышло. Четыре. Вы когда-нибудь слышали о Вамиториуме? И нет, это не то место, куда римская элита ходила освобождать место для очередной порции зрачка кальмара девственника или пупырки щупальца осьминога, которого съел и пять дней переваривал кит. Но на самом деле, это просто большой проход, чтобы орда горожан, пришедших в Колизей, могла свободно оттуда свалить. Номер пять. Ельцин никогда не говорил, я устал, я ухожу. Не верите? Тогда просто посмотрите его обращение, если, конечно, вы не зациклены на каких-нибудь масонах, которые специально вырезали этот кусок. Удаляй нахер этот фрагмент. На самом деле, это просто эффект Манделы. Это когда у большинства людей совпадают ложные воспоминания. На самом же деле, выражение «я устал, я ухожу» было очень распространено в КВН. Причем не только после отставки Бориса Николаевича, но и до его новогодней речи. Все это и то, что президент был немного уставший, сыграло свою роль, вбив вам это в голову. Номер шесть. Пирамиды на самом деле строили не рабы, это были рабочие. Причем были они уважаемыми членами общества. Они ели мясо и работали трехмесячными сменами. А после смерти их даже хоронили возле гробницы. По сути... Я не знала про это, блин. Ну, просто везде иллюстрируется то, что это были рабы, то, что эти пирамиды строились ужасающим, ужасным рабским трудом. А тут такая инфа. Это лучшая на данный момент награда для людей, работавших над величайшими достижениями человечества. И если я когда-нибудь потрачу годы своей жизни на помощь постройке космической станции, то да. Я хочу, чтобы мой пирамид труп летал где-то неподалеку от нее. Ведь это охренительно же. Ну, а Мерсей... Я вспоминаю Джоджа, как они-то там пирса напустили в космос, которого они могли убить. Я не помню его имя, блин, из головы вылетело, но это было так забавно. Ни один человек не способен... Блин, так в голове крутится. Как его звали? С ним еще гифка прикольная. А, я не помню, напишите в комментах, может быть, к концу вспомню. Так, Абита, вот знаете, вот ты видишь его образ, видишь вот этот кадр из аниме. Блин, ну как его звали? Как его звали? Как его звали? Блин, я либо сейчас загуглю, если не вспомню после просмотра. Потому что я не смогу уснуть. Так, ладно, вот. Вот нее. Ведь это охренительно же. Номер семь. Ни один человек не способен увидеть великую китайскую стену из космоса. Неизвестно, кто первый пустил этот слушок, но увидеть ее отсюда невооруженным глазом просто невозможно. Стена в ширину имеет расстояние 30 метров. В то время, как расстояние до открытого космоса равно общепринятым 100 километрам над уровнем моря, так называемой линии Кармана. Короче, это то же самое, что если бы я держал в руке обычный медиатор, стоя на другом конце футбольного поля. И спрашивал бы тебя, какого он цвета. К тому же, есть достаточно строений, которые по площади намного больше великой китайской стены. И то даже их не так уж и просто увидеть из космоса. Точнее, нереально. Номер восемь. Вы могли слышать от кого-нибудь или когда-нибудь. А именно то, что... Да, Гитлер, несомненно, был подонком. Но он проложил автомагистраль. Так что, по крайней мере, он был эффективно полезен. Гитлер не создавал автомагистраль. Она там и так уже была. Он просто помог расширить ее разветвление. Это то же самое, что Муссолини не делал так, чтобы поезда приходили вовремя. Большая часть итальянской инфраструктуры была отремонтирована еще до его прихода к власти в 1922. И даже тогда они стали еще менее пунктуальны, чем ему хотелось бы. Но, к сожалению, ты найдешь еще что-нибудь подобное об этих фашистах. Что-то типа... Гитлер умел элегантно говорить. Или то, что Муссолини неправильно произносил в спагетти. Номер 9. Железное дело на самом деле никогда не было средневековым орудием смертной казни. Просто кто-то из археологов в 19 веке увидел возле старого металлического гроба немного шипов и сказал... Ааа... Не будет ли это слишком дико, если мы приделаем эти штуки сюда? Ну, типа, что если кого-то сюда засунуть, то они его нахрен проткнут. Горнелё, ты больной ублюдок. Но мне это нравится. Оставим эту хрень в музее. И теперь железное дело реально. Так что все можно сделать реальным настолько, насколько это возможно. Помните это, ребятушки. Ну, я это слышала либо у Утопии Шоу, либо как раз-таки из видосиков Академии Сэма Анеллы. Не помню, где точно. Мер 10. Эйнштейн никогда не был плох в математике. Он так-то еще в 15 лет мастерски решал интегральные и дифференциальные уравнения. Я на 99% уверен в том, что этот слушок пустили лишь для того, чтобы гребанные токсикоманы чувствовали себя умнее, чем они есть на самом деле. Ну что ж, поздравляю тебя. Похоже, ты провалил контрольную по предалгебре в третий раз. Ты вообще планируешь выпускаться? Ну, как бы я все еще как знаменитый умнейший человек в науке, так что да, только верьте в меня. Так или иначе, я Сэм Анелла, озвученный студии Брокколи и спасибо за внимание. Ребятушки. Спасибо за видосик и за озвучку. Вообще, это как-то даже стало часто распространяемо, что вот есть какой-то известный человек, деятель, который на самом деле и умом не блещет, но как-то он стал знаменитым. Очень часто люди любят так оправдываться, приводя подобного человека в пример. Так что тут кто-то про Эйнштейн опустил вот такой вот слушочек, как говорится. Напишите в комментах, может быть, есть какой-то видосик с канала Академии Сэма Анеллы, на который вы хотели бы видеть реакцию. Может, там какая-то суперинтересная тема. Ну, а с вами, мои дорогие зрители, была Юмилька, и всем пока!